Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с руководителем департамента САТЭК мэрии Магадана Надеждой Горностаевой. Здравствуйте, Надежда Васильевна! Добрый день! Ну, начнем с такого вопроса. В этом году на благоустройство летнего Магадана было выделено более 500 миллионов рублей. На чем акцентировали внимание? Акценты у нас стандартные, стабильные уже много лет. Это дороги наши, это дворы наши. Это в первую очередь, естественно. Ну, это общественные территории, скверы, аллеи, парк городской, в котором тоже в этом году работы делались. На дорогах не так много мы сделали, чем бывало в прежние годы, но тем не менее план мы выполнили и перевыполнили. На дорогах уложили порядка 35 тысяч квадратных метров асфальта, это включая ямочный ремонт. Ремонт делали дорог не так много. Это речная, это Марчиканский переулок, это проезд от Держинского на Советскую, это проезд от Горького на Карла Маркса. Это вот такие. Но, тем не менее, пускай это были не слишком большие участки, но я думаю, что уже, в общем-то, магаданцы успели оценить удобства, которые получили при этом. Ну, надо сказать, что с дорогами вопрос на ближайшие 6 лет, наверное, у нас более-менее решен, потому как мы попали в национальный проект безопасные и качественные автомобильные дороги. И очень рассчитываем, что, начиная с 2019 года, мы получим федеральную поддержку в размере 190 миллионов рублей на ремонт и капитальный ремонт дорог. Ну, а также реконструкция и строительство тоже может быть за счет этих средств. Дворы. У нас несколько программ по благоустройству имеется, и в том числе и по дворам. Это исполнение наказов избирателей, по которым мы работаем во дворах. Это благоустройство дворовых территорий. И с этого года у нас начала работать программа формирования современной городской среды в муниципальном образовании. Город Магадан действует у нас с 2018 по 2022 годы. По этой программе также у нас выделяются федеральные денежные средства. В этом году мы разводили благоустройство дворовой территории по Карломаркса 72, 74, 76 корпусами и Наровчатова 16. На будущий год у нас продолжение. Дальше будет этот квартал благоустраиваться по этой же программе, включая там Болдырево. Работы завершены уже в дворовой территории. Последние такие штрихи, порядок наводим в ней. Надо сказать, что жители очень активно проживают в этих домах и активно участвовали в процессе благоустройства. Несколько раз мы туда выезжали с мэром и принимали их пожелания. Несмотря на то, что заранее проект был согласован уже с жильцами, все как положено, все условия по нашей программе мы соблюли. Но, тем не менее, в процессе производства работы всегда появляются какие-то вопросы, которые нужно решать оперативно. Но и проявили свое трудовое участие. Жители вышли и покрасили малые формы. Детская площадка у них замечательная у дворей. И сделали свой вклад трудовой в эту работу. Помимо этого, у нас масса дворовых территорий благоустраивалась. То, что асфальтирования немного у нас было. Но, к сожалению, в этом году по программе благоустройства у нас средств не так много. Но те, которые есть, мы, конечно, использовали и дворы заасфальтировали. В частности, допустим, Берзина. 11, 13, 17. Ну, вот если говорить об озеленении города, в этом году сколько было высажено деревьев, какие-то деревья вообще приживались ли они в прошлых годах, как в этом году себя вели? В этом году высаживали как новые деревья, так и осуществляли подсадку и уход за теми, которые были посажены в предыдущие годы, в прежние годы. Какие? Ну, в основном мы сажаем лиственницу и кустарник, в основном это так. Ну, есть и береза, есть и рябина, есть и другие какие-то виды деревьев, которые мы сажаем. Приживаемость, кстати, очень неплохая у нас в городе. Несмотря на то, что люди, бывает, жалуются на то, что вот посадили, очень поздно, уже холодно совсем, не приживутся. Но, как показывает практика наша, наоборот, те деревья и кусты, которые уже практически уснули, и мы их сажаем в октябре, они гораздо больше имеют степень приживаемости, чем те, которые мы сажаем в июне. Ну, я хочу сказать, что помимо деревьев и кустарника у нас много цветов высаживается в городе. Да, я знаю, что 176 тысячи цветов было. Да, 176 единиц рассады у нас было высажено на клубок города. Это все-таки огромное, я считаю, число. Ну, это с учетом того, что мы подсаживаем, естественно, потому что у нас естественная оболь есть, и есть и не слишком естественная, когда нам потаптывают ее и воруют даже. Воруют. Вот. И голуби подпортят. Ну, по-всякому бывает. Ну, поэтому с подсадкой вот столько у нас получилось. Ну, и 48 сортов все-таки цветочных культур у нас используется. И, собственно говоря, наши клумбы радуют нас вот до практически октября месяца включительно. Ну, согласитесь, такие красивые, яркие, с прекрасным рисунком клумбы, которые у нас вот в этом году были, которые были в прошлом году. Ну, это же замечательно. Новые сорта какие-то используете цветов? Ну, постоянно экспериментируют наши агрономы, комбинаты зеленого хозяйства. Они постоянно экспериментируют, испытывают сорта, используя, допустим, в этом году или в прошлом году, используя одни сорта цветочных культур, смотрят, как они себя ведут, как, насколько долго они радуют глаз наш, и, соответственно, делают выводы применять на будущий год, не применять. Как их комбинировать друг с другом, потому что одни цветы отцветают, другие зацветают. То есть это все учитывается. И работает наш комбинат зеленого хозяйства в этом плане очень активно и творчески. Надежда Васильевна, в следующем году какую сумму планируете вообще на благоустройство? Есть уже какие-то планы на следующий год? И будете ли слушать мнения наших магаданцев, учитывать? Безусловно. Планы у нас пока еще в стадии формирования. У нас есть еще три программы, которые в настоящее время являются проектами пока программ и будут приняты. Поэтому, в общем, сказать, что у нас уже окончательные планы сформированы нельзя. Они у нас обычно в это время, октябрь-ноябрь, только формируются. Но часть уже планов, она известна. Это то, что мы недовыполнили в этом году. Мы, естественно, будем делать в 2019 году. Есть у нас такие программы, как, допустим, формирование современной городской среды, где тоже уже есть свой фронт работ, и проектировщики уже работают над проектной документацией, которая у нас должна будет пройти экспертизу. Это тоже известно. Разумеется, по этой программе мы соблюдаем порядок и делаем все так, чтобы жители активно участвовали и в проекте, и в процессе работ. Согласовываем с ними проекты, обсуждаем с ними и так далее. Но надо сказать, что в этом году у нас получилось так, что мы и другие дворовые территории, которые благоустраивали, тоже с жителями обсуждали. Что касается благоустройства общественных мест, вот именно недворовых территорий, а общественных мест, уже известно, что это какие-то планы на следующий год? Да, на следующий год мы в обязательном порядке будем продолжать благоустройство сквера Болдырева. В этом году у нас первые два этапа еще не завершены. Первый этап – спортивная площадка. Мы уже ее выполнили, она уже готова. И, возможно, даже уже эксплуатируется. Детская площадка у нас пока еще в завершающей стадии, то есть сама площадка подготовлена, но детское оборудование только прибыло в город Магадан и должно разгружаться в ближайшие дни и монтироваться будет уже на площадке. Это городской парк, где еще один кусочек парка был реконструирован, скажем так, и была построена музыкальная аллея. В прошлом году это была привокзальная площадь, бывшее помещение игровых автоматов. В этом году это музыкальная аллея, на которой устанавливаются такие вот стилизованные музыкальные инструменты. Ну, еще тоже работы там не завершены, продолжаются. Ну, на будущий год тоже в парке будет другая зона. Следующая парк у нас будет по этой программе нашей с участием федеральных средств благоустраиваться все пять лет. И вот очередной какой-то кусочек парка будет уже приведен в порядок и придан ему какой-то новый вид, красивый, совершенственный. Сквер Булдырева у нас благоустраиваться будет на будущий год. У нас стоит, согласно рейтинговому голосованию, которое у нас прошло 18 марта, стоит еще и территория Маски Скорби. Но, к сожалению, пока мы вот не знаем, каким образом выйдем из этой ситуации, потому как Маска Скорби летом у нас была внесена в реестр памятников культурного наследия, поэтому теперь не так просто производить на ней работу. И существует свой особый порядок работы на таком объекте. Уже наше учреждение не сможет работать там в рамках муниципального задания. Но, тем не менее, я думаю, по-любому территория будет благоустраиваться, это необходимо сделать. Кроме этого, у нас, конечно, на будущий год планируется благоустройство попережья Нагаевской бухты. Это наш парк-маяк, про который мы много рассказываем, говорим. И, в общем, очень рады, что в конце концов мы приступим к этому проекту. В настоящее время проектируем, активно проектируем. Надеемся, что мы в этом году пройдем экспертизу. И с нового года, согласовав с Минстроем нашу проектную документацию, защитив ее там, уже начнем, приступим к проведению аукционных процедур, чтобы уже ранней весной приступить к началу работы, подготовительным работам по парку, потому что работы там много, действительно очень много. Там еще и возведение объектов планируется, не только само благоустройство территории, то есть сам асфальт, это прилично. Ну и, конечно, это дороги наши. Уже наметился план по проекту национальному безопасной и качественной автомобильной дороги, состоящей из 10 пунктов. То есть это 10 наших автомобильных дорог, которые будут ремонтироваться. Спасибо большое, Надежда Васильевна. Спасибо.